Привет, я Сергей Сверидов и это мужская кулинария. Сегодня я расскажу вам, как правильно разделать рыбу. Итак, обработка рыбы. Обработка рыбы с чего начинается? Первое, мы с вами полностью убираем чешую с рыбы. Убираем, после чего, с помощью ножниц, убираем лишние плавники. Обычными домашними ножницами. Делать все это достаточно просто. В принципе, как вариант, вы можете их оставить. Это не так сильно повлияет на вкус рыбы. Единственное, что при обжарке, ну вот эти плавники, которые рядом с головой находятся, желательно убрать. Верхние части хвост мы можем оставить. То есть, ну если ленится, то можете не удалять. Первую стадию мы прошли с вами. Следующую, мы с вами должны ее убрать внутреннюю часть. Делается достаточно просто. Рыбу кладем на салфетку, чтобы она у нас не скользила с вами. Здесь есть возле хвоста небольшое отверстие. Делаем надрез. Только слегка надрезаем. Дорезали до головы. Затем с помощью ложки удаляем все внутренности. Очень важно, когда вынимаем кишки, не проткнуть желчный пузырь. Иначе рыба будет горчить после того, как мы ее приготовим с вами. Также жабры. Жабры можно убрать руками, зацепив их с одной стороны. И, следовательно, жабры удаляем с другой стороны. Прям руками их вырываем. Значит, после того, как мы убрали с вами внутренность, здесь еще такая вот темненькая пленка. В принципе, ну, по желанию, ее можно прямо вот пальцами, она легко съезжает. Ее выдергиваем, рвем. После чего рыбу обязательно нужно ополоснуть в прохладной воде. Запомните, неважно, это целая рыба, филе. Если мы с вами рыбу жарим, то она должна быть идеально высушена. Если рыба не идеально высушена и мокрой, мы ее кладем с вами на сковород, то будет эффект не жарки, а эффект тушения, варки, марки. И так неправильно. Обязательно просушиваем рыбу. Вот так у нас с вами выглядит чищенная рыба, которая готова к тепловой обработке. Соликовая рыба идеально подходит, если мы ее будем с вами жарить на открытом огне, либо запекать в соли. Либо готовить целиком на пару. Если вы хотите получить филе, я вам сейчас расскажу, как это сделать. Делается все достаточно просто. Где у нас с вами был здесь плавник, делаем небольшой надрез. Дорезаем до хребта и делаем надрез. Убрали голову. Теперь снимаем филе. Нож держим немного по диагонали вниз. Филе раз. И второе филе точно так же снимаем, только нож уже вниз с другой стороны. Два. Это первая стадия. Следующая стадия. У нас с вами остались здесь кости и посередине кости. Это тоже очень просто все делается. Небольшой надрез. Срезали. С этой стороны, чтобы удобнее, делаем небольшой надрез таким образом. И одним движением срезали реберные кости. Как я уже говорил, у нас еще остались с вами кости, которые идут от начала до середины. От начала до середины. Кто-то их вытаскивает пинцетом. Я вам покажу сейчас, как это быстро все сделать. Достаточно просто. Мы с вами делаем надрез до кожи, не прорезая кожу. С одной стороны и с другой стороны. То есть мы вырезаем те косточки, которые у нас посередине, с помощью пальца, и подаляем. Вот у нас получилось с вами филе на коже. И с второй половинкой то же самое следует. Пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!